МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас на рынках появилось много сортов красивых почвопокровных растений. Среди них флокс шаловидный. Для того, чтобы сделать целый цветущий ковёр у себя на участке, не обязательно покупать огромное количество горшков. Я покажу, как из одного горшочка можно сделать большую куртину флокса шаловидного. Для этого мне понадобится лоток с узкими ячейками, земля, секатор, пинцет, совок и лейка для полива. Почему я взяла лоток именно с узкими ячейками? Да потому что я собираюсь черенковать этот флокс, и корнеобразование черенков происходит лучше в тиснённых условиях. Мне необходимо наполнить мой лоток хорошей плодородной землёй. Это удобно делать вот так. Земля равномерно распределяется по ячейкам. Потом некоторые можно просто будет её досыпать. Для того, чтобы земля хорошо осела, её нужно как следует пролить каждую ячейку. Когда всё полито, пинцетом от шаловидного флокса отщипываем небольшой побег. Посмотрите, на нём воздушные корни. Нам нужно, чтобы они превратились в настоящие, поэтому нам надо растение укоренить. Берём пинцетиком, стыкаем в землю. И ещё внимание! Нам необходимо удалить цветоносы. Цветы не нужны, потому что после цветов, как правило, появляются плоды, и растение будет нацелено именно на это. А нам нужно, чтобы оно было нацелено на корнеобразование. В одну такую ячейку помещается 5-6 черенков. Цветочек отрываем. Третий. Чем больше черенков в ячейке, тем лучше будет происходить процесс корнеобразования. Можно поделить помельче. Каждая из этих ячеек скоро покроется целой шапкой новых побегов. И у вас будет много кустиков, которые вы сможете потом высадить в сад в шахматном порядке. Они разрастутся, и всю землю в саду покроют красивым, зелёным, иногда цветущим ковром. Работа эта, на самом деле, очень успокаивает нервы. Как вязание. Черенкуешь себе, втыкаешь в ячейки и получаешь наслаждение. Так, цветочки обрежем. Смотрите, сколько новых растений у меня будет. Был один горшочек, а появилось целое поле. Ну вот и всё. Горшок на исходе. Уход за этими растениями очень несложный. Просто надо следить, чтобы земля в ячейках не пересыхала. А когда у вас в каждой ячейке появится целая шапка новых растений, вы в шахматном порядке пересадите себе на участок, и у вас будет вот такой красивый ковёр. Так что, как видите, с помощью одного небольшого горшка с почвопокровным растением можно получить эффектный цветущий ковёр в саду. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»